Продолжение следует... В то время как один из них записывал все, что видел и слышал, а другой все это срисовывал, третий сделал ряд фотографических снимков, оказалось, что оба первые наблюдателя, пользовавшиеся своими чувствами, представили результаты вполне сходные с общими ощущениями толпы, которая видела все необыкновенные явления поднятия на воздух и тому подобное. Зато третий представил снимок, на котором кроме глазеющей на фокусника толпы была лишь фигура последнего с приподнятой кверху головою, словно с кем-то разговаривающей, но никаких необыкновенных явлений, свидетелями которых была толпа зевак, не оказалось вовсе. Таким образом, как видит читатель, в лице фотографии, а также фонографа и некоторых других приборов, основанных на том же принципе механического записывания явлений, наука приобрела могущественное средство к разоблачению некоторых загадочных феноменов. Пояснение. Но кроме этих средств, различить субъективные галлюцинации от объективных реальных событий есть и другие средства. Если, например, явившийся образ указывает что-либо или предсказывает, и что сбывается это, то явно, что это не галлюцинация. Так, явление ангела сотнику Корнилию с приказанием пригласить для наставления веры апостола Петра, очевидно, не было галлюцинации. Научное колдовство. В настоящее время гипнотизеры вызывают явления, весьма схожие с теми, которые в средние века приписывались колдовству, и за что виновных предавали пыткам и сожжению. Позже, когда наука провозгласила самый факт колдовства несуществующим, веру в таинственные явления признали суеверием и стали предавать насмешкам и глумлению. Но прошло еще несколько десятков лет, и эти непризнанные и осмеянные факты не только не заглохли, но возбудили общий интерес и обратили на себя внимание людей науки, которые все более и более занимаются исследованием и наблюдением этих загадочных явлений. Весьма интересные опыты в этом отношении были сделаны доктором Льюисом, членом французской академии и старшим врачом больницы Сальпетриер в Париже. К затылку загипнотизированной прикладывают маленькую скляночку, плотно закупоренную и вдобавок еще припечатанную, и с этой особой делается припадок удушья, словно она наглоталась дыму. Это только от того, что в пузырьке, помимо ее ведома, заключалось немного дыму. Далее загипнотизированной прикладывают плотно закупоренный пузырек с алкоголем, и вскоре она начинает проявлять все признаки полного опьянения. Если опьяневшая женщина подаст руку другому загипнотизированному субъекту, мужчине, и магнитом проведут несколько пасов от женщины к мужчине, то и на последнем окажутся симптомы опьянения. Это так называемый трансферт, перенос искусственно вызванного опьянения с одного человека на другого. Как не вспомнить при этом того почтенного американского сенатора, который, будучи строгим последователем общества трезвости, не пил ничего за обедом, кроме воды, а между тем стала за стола сильно охмелевшим только потому, что ему пришлось сидеть между двумя приятелями, из которых один пил водку, а другой виски, крепкое хлебное вино. Но у доктора Льюиса мы находим еще гораздо более интересные случаи воздействия на расстоянии некоторых веществ. Например, загипнотизированному надевает на голову намагнетизированный железный обруч, по объяснению доктора Льюиса, воспринявший в себя мысли и идеи больного, страдающего манией, преследований и подверженного галлюцинациям. Субъект, до тех пор казавшийся веселым и довольным, делается боязвимым, подозрительным, как только обруч коснулся его головы. «За мной гонятся, я не могу уйти от них, они меня мучают!» — кричал он, но сейчас успокоился, когда с него сняли обруч. Подобные свойства магнетического кольца сохраняются в нем в продолжении нескольких месяцев. И доктор Льюис утверждает, что в его практике бывали случаи, где для извлечения больных прибегали к употреблению головных уборов подобного рода, и что такое лечение давало благоприятные результаты. Подобные опыты объясняют возможность веры в прежнее колдовство. А люди, ближе изучавшие этот вопрос, знают, что бывают случаи особенной податливости и без гипноза, то есть где субъект не переходит в другое состояние, особенно высокой чувствительностью или сенситивностью, как, например, американский сенатор, о котором было говорено выше, отличаются все так называемые психометры. И это свойство попадается гораздо чаще, чем вообще думают. Ссылка. Сенситивность у психометров доходит до такой высокой степени, что они могут, например, определить характер человека по его почерку, как делают графологи, и прямо под магнетическим влиянием письма, ощущаемым ими в то время, пока они его держат в руке. У человека, ведущего жизнь умеренную и согласную в природе, способность эта усиливается. По всей вероятности, большая часть субъектов, с которыми Льюис производил свои опыты, оказались бы податливы. И для непосредственной передачи мысли на этим вопросом доктор Льюис еще не занимается. Передачей известных чувств через посредство железного обруча есть только повторение давно известного опыта Мессмера. Перенесение органического животного магнетизма одного лица на другое, или на несколько других лиц, посредством какого-нибудь вещества, заряженного магнетизмом первого лица. Чаще всего для этого употребляется вода для питья, но ее можно заменить и вполне успешно частями одежды, или другими какими-либо вещами, которые известное лицо носило на себе в течение более или менее продолжительного времени. На этом и основывается главным образом действие так называемого талисмана. Все так называемые психометрические наблюдения основываются на том же свойстве воздействия магнетизма. Причем употребляются обыкновенно простые письма, в которых бумага заряжается или насыщается магнетизмом пишущего, в то время, пока рука его водит по ней перо. Сфинкс. 93-й год. Май. Выдающийся случай гипнотического внушения. Письмо в редакцию Ребуса. Милостливые государи, позвольте поделиться с вами читателями с вашими фактами, имеющими научные интересы, касающимися важного вопроса науки, применения гипнотического внушения к лечению болезней. В общей прессе очень мало говорилось от имени самых лис, воспользовавшихся этим новым и еще малоизвестным способом лечения. Позвольте же мне поговорить о себе, о том важном для меня приеме лечения, который сделал меня из несчастной 15-летней страдалицы совершенно здоровым человеком. Все страшные операции, которым я подверглась, оказались совершенно напрасными, и только одно гипнотическое внушение вернуло меня к жизни. Вот моя правда. Еще до замужества я страдала расстройством нервов, а после замужества в 1868 году заболела женской болезнью, которая усилилась после родов, и с тех пор я почти не переставала лечиться. Морские купания, лиман, гидропатия, массаж и прочее сменяли друг друга. В течение нескольких лет я пользовался у профессора Снегирева, который с большим сочувствием относился к моим страданиям, испробовал всевозможные способы лечения, делал небольшие операции, и наконец решил, что операция лапаратамиана необходима. Того же мнения были профессора Славянский и Красовский. 16 ноября 1989 года профессор Ольцгаузен в Берлине сделал мне эту серьезную операцию, но страдания не прекратились. Профессора Снегирева и Кожевников, доктор Рот и другие старались уменьшить мои страдания, но напрасно. Я уже едва вставала с постели, и произвести даже маленькие движения стоило мне невероятных усилий. Тогда профессор Снегирев 3 декабря 1991 года сделал мне еще более ужасную операцию. Экстирпация уторис тоталис, то есть вырезал окончательно все внутренние органы. Операция прошла благополучно, но страдания не уменьшились. Из клиники профессора Снегирева меня перевели в клинику профессора Черенова, но здесь положение мое настолько ухудшилось, что меня стали возить в кресле, ходить я уже не могла. Домой меня перевезли вот в каком положении. Невыносимые боли всего позвоночника, поясницы в области печени, головы и сердца, невралгия половины лица, почти полное онемение левой половины тела с повышенной чувствительностью, бессонница ежедневно, несколько истерических припадков, отвращение к пище, желудок не действовал по десяти и более дней, почки действовали плохо. Кроме того, едва я закрывала глаза, я испытывала ужасное чувство падения, и точно летела куда-то вниз. Чтобы хотя немного уменьшить мои страдания, мне впрыскили морфий, и я уже не могла жить без него. Расположение духа постоянно угнетенное и апатичное. Вот в каком положении находилась я в тот момент, когда вздумала применить к себе гипнотическое внушение. В апреле месяце прошлого года муж мой обратился к известному гипнотизатору Фельдману с просьбой применить ко мне его опытность. Уже после первых сеансов я почувствовала значительное облегчение, а после целого ряда систематических сеансов я окончательно выздоровела. 12 июля 92-го года было днем, который навсегда останется в моей памяти. Мои слишком 15-летние страдания исчезли. И я в настоящее время совершенно здоровый человек. Хожу много, сон мой, аппетит, желудок прекрасный. И вообще я чувствую себя бодрой, как никогда во всю свою жизнь. О существовании же морфии я давно забыла. Примятий и прочее. И жена инженера-технолога Хессин Рассказы о гипнотических внушениях В книге Е. Блаватской рассказан замечательный случай гипнотизма. Один индуст, знакомый с тайнами науки своей родины по имени Токур Саиба, мог заставить силой воли другое лицо художника видеть и рисовать не то, что было перед его глазами, а тот именно вид, который задумал этот индус. Приведем небольшую выдержку из этого рассказа. Я кончил, вздохнул у художника, торопливо собирая папку и краски. Дайте посмотреть, лезли к нему проснувшаяся Б и подошедший полковник. Мы взглянули на свежий еще мокрый рисунок и остолбенели. Вместо озера с его синеющим бархатистой дали вечернего тумана лисистым берегом перед нами явилось прелестное изображение морского вида. Густые оазисы стройных пальм, разбросанные по из желта-белому взморью, заслоняли приземистый, похожий на крепость туземный Бенглоу с каменными балконами и плоской крышей. У дверей Бенглоу слон, а на гребне пенящейся белой волны, привязанной к берегу туземной лодки. Да где же вы взяли этот вид, недоумевал полковник. Для того, чтобы рисовать виды из головы, не стоило и сидеть на солнце. Как из головы отозвался возившийся с папкой У? Разве озеро не похоже? Какое тут озеро? Вы рисовали вид на во сне. В это время вокруг полковника столпились все наши спутники. И рисунок переходил из рук в руки. И вот Нараян, спутник индуса Такур Саиба, в свою очередь ахнул и остановился в полном изумлении. Да это Дариболь, поместье Такур Саиба, провозгласил он. Я узнаю его. В прошлом году во время голода я жил там два месяца. Я, Блаватская, первая поняла, в чем дело, но молчал. Уложив весь У, подошел наконец по своему обыкновению, вяло и не торопясь, как будто сердясь на глупость зрителей, не узнавших в море озеро. — Помните, шутите, выдумывайте. Пора ехать. Отдайте мне эскиз, — говорил он нам. Но, получив его, он при первом взгляде страшно побледнел. Жаль было смотреть на его глупо растерянную физиономию. Он поворачивал злополучный кусок брестоля во все стороны, вверх, вниз, наизнанку, и не мог прийти в себя от изумления. Затем он бросился, как угорелый, к уложенной уже папке, и, сорвав завязки, разметал в одну секунду сотню эскизов и бумаг, как бы ища от чего-то. Не найдя желаемого, он снова принялся за рисунок. И вдруг, закрыв лицо, руками обессиленный и точно сраженный, опустился на песок. Мы все молчали, извинка переглядываясь, и даже забывая отвечать такуру, стоявшему уже на пароме и звавшему нас ехать. — Послушайте, — ласково заговорил с ним добродушный полковник, словно обращаясь к больному ребенку. — Скажите, вы помните, что вы рисовали этот вид? Англичанин долго молчал, наконец произнес хриплом, дрожащим от волнения голосом. — Да, помню все. Конечно, я его рисовал с натуры, рисовал то, что видел во все время перед своими глазами. Вот это-то и есть самое ужасное. Усс сохранил этот рисунок, но никогда не намекает на его происхождение. — Но почему же ужасное? — Просто временное влияние одной могучей воли на другое менее мощное. Вы просто находились под биологическим влиянием, как говорит доктор Карпентер и Крукс. — Вот это именно и страшит меня. Теперь припоминаю все. Более часа я рисовал этот вид, я его увидел с первой минуты на противоположном берегу озера и, видя его во все время, не находил в этом ничего странного. Я вполне сознавал или скорее воображал, что рисую то, что все видят перед собою. Я совершенно утратил воспоминания о береге, как я его видел за минуту до того, и как я его снова вижу. Но как объяснить это? Великий Боже, неужели эти проклятые индусы действительно обладают тайной такого могущества? — Полковник, я сойду с ума, если бы мне пришлось верить всему этому. Но зато, — шепнул ему Нарьян с блеском торжества в пылающих глазах, — вы теперь не в состоянии более отвергать великую древнюю науку Йок-Видей моей родины. Из пещеры Дебри-Индостана, Блаватской, смотри, сочинение ЕП. Приведем еще несколько рассказов о гипнотических состояниях, заимствованных нами из сочинения доктора Карпентера. Физиологию Матума II. Можно придать необыкновенную силу тому или другому комплексу мускулов гипнотизированного субъекта, уверив его, что требуемое от него действие может быть выполнено им без всякого усилия. Автор видел, как один из субъектов мистера Бреда, человек, отличавшийся такой слабостью физического развития, что в обыкновенном состоянии не мог поднять 20-фунтовой гири, подымал на мизинце 25-фунтовую висячую гирю и вертел ее вокруг своей головы с величайшей видимой легкостью, только потому что его уверили в том, что гиря очень легкая. В другой раз он взял 50-фунтовую гирю последним суставом указательного пальца и поднял ее до колен. Личный характер этого индивидуума ставил его во мнение людей, хорошо его знавших, выше всяких подозрений в обмане, невозможность которого в данном случае была для опытного глаза очевидна, уже из того, что если бы господин этот практиковался в подобных штуках, которые весьма немногие, даже сильные люди могли бы проделать без предварительной подготовки, то результат практики обнаружился бы в его мускульном развитии. Следовательно, когда тот же субъект объявил потом, что несмотря на все усилия, он не может взять со стола платок, после того, как его уверяли, что они в силах сдвинуть платок с места, то не было причины сомневаться в искренности его убеждения, основанного на таком же внушенной ему извне идее, как и первое, заставившее его выполнить действия, считавшиеся для него совершенно невозможными. Всякому физиологу известно, что при обыкновенном волевом сжатии мускулов мы употребляем только небольшую часть своей силы. Между тем, как при конвульсивном сжатии, как должен знать всякий опытный врач, обнаруживается гораздо более силы, нежели могла бы вызвать к действию воля. Точно так же и другие движения мускулов могут быть вызываемы посредством исключительного сосредоточения внимания гипнотизируемого субъекта на их выполнении, которому в состоянии бодрствования тот же индивидуум может быть совершенно неспособен. Один из наиболее замечательных примеров этих явлений представляет точное подражание вокальным упражнениям небезызвестной певицы Дженни Линд, одной фабричной девушки, которая не получила никакого музыкального развития и даже на своем родном языке говорила неправильно. Автора уверяли очевидцы, которым можно вполне верить, что эта девушка в гипнотическом состоянии повторяла песни шведского сословия. Соловья на различных языках так быстро и так верно, и слова, и музыку, что трудно было различить оба голоса между собою. Чтобы испытать, до чего может дойти способность к подражанию этой сомнамбулу, Дженни Линд импровизировала принять трудное хроматическое упражнение, которое та переняла с совершенной точностью, хотя в состоянии бодрствования, разумеется, не осмелилась бы и пытаться выполнить что-либо подобное. Равным образом автор много раз был свидетелем того, до какой невероятной степени может доходить чувствительность гипнотизируемого субъекта к какому-нибудь с отдельному классу впечатлений. Это явление, как и предшествующее, вытекает из полного поглощения внимания своим предметом. Так автор видел, как один юноша в гипнотическом состоянии нашел по запаху владельца перчатки в обществе из 60 или более человек. Он нюхал каждого по очереди до тех пор, пока не напал на владельца перчатки. В другой раз собственник кольца, снятого с пальца, прежде чем в комнату ввели гипнотизированного субъекта, был указан между 12 особами. В иных случаях, из которых многие, автор тоже наблюдал лишнее, необыкновенно сильно развивается чувство температуры. Самые легкие колебания температуры, неощутимые для обыкновенного осязания, определяются сразу, а более значительные изменения, например, пущенные в открытую дверь струя холодного воздуха, вызывают самые болезненные ощущения. Но есть еще один пункт, пункт весьма важный, вследствие своего отношения к предполагаемой целительной силе месмеризма и стеретизма. Знающие физиологи вполне допускают влияние выжидательного внимания на органические отправления нашего тела. Поэтому нетрудно допустить и дальнейшее положение, а именно, что большая степень сосредоточения внимания, достигаемое в гипнотическом состоянии, должна произвести более поразительные результаты. Пульсации сердца и дыхательные движения могут быть ускоряемы и замедляемы. Различные выделения могут видоизменяться, как в количестве, так и в качестве. Вот поразительные примеры этого рода. Одна дама, бросившая кормить вследствие потери молока, когда ребенку было 13 месяцев, была загипнотизирована мастером Брэдом. И пока она находилась в гипнотическом состоянии, он делал пассы над ее правой грудью, чтобы привлечь ее внимание на эту грудь. Через несколько минут она приняла такую позу, какую принимают женщины, когда держат ребенка у груди. И вскоре грудь наполнилась молоком, при виде всего проснувшись, она выразила величайшее удивление. Прилив молока к правой стороне продолжался, и чтобы восстановить симметрию ее фигуры, мистер Брэд произвел ту же манипуляцию над другой грудью, после чего у нее еще в течение 9 месяцев был обильный запас молока. Автор знает и другие случаи, в которых выделения, приостановленные вследствие какого-нибудь болезненного процесса, бывали возобновляемы этим способом. Автор убежден, что если применить этот способ с разбором и знанием дела, он займет место одного из наиболее могущественных методов лечения, находящихся во власти врача. Проводник влияния тут очевидно сосудодвигательной нервной системы, которая хотя и не подчиняется прямому волевому контролю, но находится в сильной зависимости от эмоциональных состояний. Самовнушение Внушения могут идти не только от лиц посторонних, субъекту, но и от самого субъекта. Такие внушения известны под именем самовнушений. Примером их могут служить вызванные мнительностью болезни. Самое обыкновенное и общественное из них психическое половое бессилие. Всем также известно, что студенты, медики, занимающиеся изучением той или другой болезни, нередко считают себя страдающими ею. Самовнушения могут происходить и посредством галлюцинации. В этих случаях самовнушение иногда ведет к болезненным результатам, но иногда оно может иметь и исцеляющее действие. В пример можно привести рассказ сестры Жанны Дезанж в XVII веке об исцелении ее святым Иосифом. Эта сестра несколько дней страдала сильной болью в боку, которую врач не мог исцелить никакими средствами. Сестра уже собиралась умирать, как вдруг узрела святого Иосифа в образе и подобии человека. Он сиял, рассказывает сестра, ярче солнца, у него были длинные волосы, каштановая борода. С несвойственным людям величием он положил руку на мой правый бок, где у меня была самая сильная боль. Мне казалось, что он сделал в этой части помазание, после чего я почувствовал, что жизнь моя возвратилась, и я совершенно выздоровела. Но изъявления, вызываемых самовнушением, обращают на себя особое внимание анестезия и анальгезия, отсутствие общей чувствительности и болевой чувствительности. Самовнушенными анестезией, анальгезией объясняется несувствительность различного рода экстатиков и фанатиков к страданиям при самоистязаниях, мухах и пытках, например, безболезненное самоистязание факиров и других аскетов, стойкость среди яковых ведьм и колдунов при пытках и прочее. Самовнушение может даже заменить муки блаженством, экстазы при муках. Примеры гипнотических исцелений Выбирать примеры исцелений в современной практике нет возможности. Случаев засвидетельствовано так много и столь многими авторами, что выбор становится затруднительным. Однако оставлять без фактических объяснений столь важный вопрос было бы нецелесообразным. Мы ограничиваемся случаями исцеления контрактур, параличей, слепоты, немоты, глухоты, расстройства обоняния, примерами действия на сосудодвигательную и секреторную системы, предоставляя во всех этих свидетельствах слово Бреду. Исцеление контрактуры руки Весной 1842 года ко мне была привезена одна девица при следующих обстоятельствах. Ее внезапно схватили сильные и чрезвычайно болезненные тонические судороги руки. Кулак был крепко сжат, рука согнута. Мужская и женская прислуга гостиницы напрягали все усилия, чтобы раскрыть пальцы и разогнуть руку. Но не были в состоянии этого сделать. Один очень почтенный врач прописал лекарство и большую мушку к затылку. Но так как симптомы ухудшались, позвали меня. Я тотчас же понял, что имея дело с случаем истерии, загипнотизировал больную и вызвал щекотанием кожи над разгибающими мышцами действия последних, и этим уменьшил сокращение сгибающих мускулов. Так что мне в несколько минут удалось раскрыть пальцы и разогнуть руку, и следовательно исполнить то, что понапрасну старались сделать сильные люди, несмотря на величайшее напряжение. Больная после этого выздоровела и больше никогда не испытывала такого припадка. Исцеление контрактуры шеи Около месяца спустя ко мне была привезена 16-летняя очень образованная девушка из Нью-Ярка в Ноттингемшире. Она прибыла в сопровождении доктора Чоннера и своего отца, которые мне сообщили, что голова больной уже полгода пригнута к левому плечу, которому прилегла так плотно, что не было возможности просунуть карты между ней и плечом. Врачом были употреблены понапрасну все средства. Судороги продолжались непрерывно день и ночь, даже и тогда, когда сон бывал вызван опиумом. Точно так же осталась безуспешная консультация с сэром Бенджамином Броди. И когда я увидел больную, она находилась в худшем положении, чем прежде. Голова была так крепко притянута к плечу, что мне при всех усилиях было невозможно отогнуть ее, хотя немного. Поэтому я загипнотизировал больную, попросил ее пристально смотреть на новый ланцетный футляр, который я держал в расстоянии от 10 до 20 дюймов над ее лбом. Веки очень быстро закрылись при наступлении дрожания, которое так характеристично для перехода в гипнотическую стадию. Тогда я поднял ее руки и ноги, чтобы привести их в каталепсию и ускорить циркуляцию, и породил таким образом состояние возбуждения в чувствилище и спинном мозгу. Когда она спустя несколько минут пришла в состояние, удобное для воздействия на мускульную систему, я начал слегка щекотать кожу на правой стороне шеи, и таким образом возбудил деятельности подлежащие мускулы, так как знал, что таким способом всего скорее и легче могут быть устранены контрактуры левых шейных и затылочных мускулов. Таким образом, мне удалось искусством, а не силою, отогнуть голову от левого плеча и склонить ее к правому плечу. Мне удалось столь же легко дать голове измененное положение, как удается матери склонить с одной стороны на другую голову спящего ребенка. Предоставив больную самой себе в течение нескольких минут с измененным положением головы, я ее разбудил легким ударом позади уха, и к изумлению больной ее друзей голова приняла совершенно прямое положение. Когда я ее посетил на следующее утро, она читала книгу, держа голову прямо. Но так как оставался легкий изгиб позвоночного столба, я ее загипнотизировал в стоящем положении и старался во время сна выпрямить спиной хребет манипуляциями. После того, как это мне удалось, я ее разбудил, и голова и спиной хребет сохранили впоследствии нормальное положение. Исцеление параличей и контрактур ноги 11 августа 1853 года доктор Джонсон прислал ко мне 23-летнюю даму из Вервича на Твиде, страдавшую в течение четырех лет неполным параличом левой нижней конечности, которую она волочила позади правой. Несмотря на страдания доктора Джонсона и на письменный совет царя Бенджамина Броди, болезнь все ухудшалась. И профессор Сайм в Эдинбурге, который внимательно исследовал позвоночный хребет и нашел его здоровым, мог лишь посоветовать улучшение общего положения и частое пользование свежим воздухом. Больная посетила меня в сопровождении своей матери. Она была высокая, красивая и образованная молодая дама, хорошо сложенная и производила, когда сидела, впечатление юности и свежести. Но когда она пыталась ходить, бросался в глаза паралич левой ноги, которую она дотаскивала лишь до пятки другой ноги, причем ступня была выворочена. Мне было нетрудно узнать природу болезни, так что я тотчас же мог дать матери и дочери уверение, что с этим случаем скоро справлюсь. Посадив больную в удобное кресло, я ее загипнотизировал, выпрямил члена и пытался своими манипуляциями вызвать изменения в состоянии мускулов. После того, как я ее разбудил через 10 минут, она была в состоянии пройти по комнате, приподняла при этом левую ногу и поставила ее, как следует, впереди другой, чего она не могла в состоянии делать целые 4 месяца. Хотя она несколько еще хромала, однако и она, и мать были сильно поражены улучшением и легкостью, с которой оно было произведено. Повторение гипнотизирования на другое утро взяла улучшение еще очевиднее, и после следующего повторения, вечером того же дня, она была в состоянии без всякого затруднения ходить по комнате. После четвертого гипнотизирования на следующее утро, больная стала ходить с грацией королевы и подвижностью сельфиды. Поехала непосредственно после этого в город и посетила несколько магазинов на различных улицах, как будто у нее никогда не было паралича. Так как мускулы на другой нижней конечности точно так же были несколько поражены, то я пользовал даму еще месяц, чтобы упрощить результаты лечения, после чего она возвратилась домой сильной и крепкой, и в течение года была совершенно здорова. Летом 1954 года она настолько окрепла, что была в состоянии взбираться на шотландские горы так же храбро, как ее подруги, но в течение осени ее силы истощили вследствие частых выездов и забот, так что в конце сентября снова обнаружился паралич. Так как он не прекращался в течение трех недель, то больную снова привезли ко мне. Причем ее мать выразила опасение, что гипнотизирование поможет не так скоро, как прежде, так как общее состояние было менее благоприятно. Они прибыли в Манчестер в 8 часов вечера, а после того, как несколько отдохнули, я сказал им, что больная получит способность ходить, прежде чем ляжет спать. Мать больной не поверила. Но я загипнотизировал последнее и поступил при этом так же, как в первый раз, так что по истечении в четверти часа паралич совершенно исчез, и больная была в состоянии ходить по комнате без всякого затруднения. По вторичным загипнотизированиям на следующее утро больная чувствовала себя такой же крепкой, как прежде. Точно так же было устранено ухудшение общего состояния, внушавшего матери такое большое опасение, и паралич с тех пор не возвращался. Возможность быстрого устранения истерических контрактур и параличей, как при помощи гипнотизма, так и без него. В настоящее время такой общеизвестный факт, что частные сопоставления в каждом отдельном случае были бы излишни. Вместо ссылок на томы и страницы достаточно отослать к известным работам Шарко и его школы по истерии. Заслуживает внимания, что Брэда в объяснении и способе исцеления психических контрактур и параличей стоит на одной почве со школой Шарко. Лицам, незнакомым с гипнотизским лечением, эти исцеления, говорит он, могут показаться чудесными, и однако же они, с моей точки зрения, на подобные страдания могут быть объяснены естественным образом. Если больной находится во власти определенных идей, под влиянием которых невольно сокращаются известные мускулы, то последние понемногу становятся оцепенелами. Сила воли пациентов в этих случаях бывает не способна преодолеть болезненные состояния, и при употреблении механической силы болезнь вследствие раздражения мускулов усиливается еще более. Напротив состояния гипноза можно без труда уничтожить контрактуры.